Микл 1. Переговоры в Минске. Последний шанс для хунты почить в мире. Фебюрия. 11. 2015-18-42. Ополчение окружило Дебальцево и окончательно перекрыло последнюю дорогу из города, таким образом взяв украинских военных в плотное кольцо. Все это происходило за несколько дней до переговоров в Минске, и, скорее всего, это будет влиять на ход переговоров, решающий этап которых намечен на сегодня. Какое же решение там будет принято? Будут ли выпускать украинских военных из Дебальцевского котла, нивелируя долгое окружение и победы ополчения? Или в этот раз не сольют? Фактически это окружение уже признали все представители украинской стороны, но они при этом умудряются говорить о том, что взятие под контроль ополчения последней трассы из Дебальцево – это, конечно, котел, но котел какой-то неполный. Мол, мы еще, вроде бы, можем полями проехать. Ну, наверное, да, на танке можно и полями проехать, но снабжение прерывается, а снабжение и группировки в несколько тысяч человек требуют десятков грузовиков ежедневно с боеприпасами, продовольствием, медикаментами. Поэтому я считаю, это классический котел. И он может сыграть свою роль на переговорах в Минске. Позиция нашей стороны усилена. Могут говорить украинской стороне о том, что давайте мы вам обеспечим выход из котла ваших окруженных тысяч людей, а вы отойдете к границам областей, например. Да, могут такое потребовать. Но я не представляю себе в Киеве ни одной фигуры, будь то Яценюк, Турчинов, Порошенко, кто-то еще, кто бы отдал такой приказ и при этом остался сидеть в своем кресле. Как быть с теми вооруженными тысячами боевиков, причем, не армией Украины, а национальной гвардии, формирование правого сектора, организацию украинских националистов, прочих вооруженных батальонов? Как они это восприимут? Я подозреваю, что они пойдут на Киев. Они уже шины жгут под президентским дворцом и зданием Минобороны. Они ищут сакральную жертву для того, чтобы списать свои неудачи, найти крайнего, кто виноват в том, что они не победили. И сейчас получается, что, действительно, у ополченцев, у России очень сильная позиция на переговорах. Но на что в Киеве могут согласиться? Ни одно требование они выполнять не могут. Реальное требование – прекратить огонь. И дальше что? Отойти на границу области – это проиграть войну. Поэтому им нечего будет предъявить. Я пока вижу здесь только один компромиссный выход – предложить Киеву вариант, который они могут, сохранив лицо, представить как некую победу. Например, вывод из котла военнослужащих без техники. При этом не будет никаких массовых отступлений на границы областей, прекращение огня, обмен пленными, ранеными, какие-то длительные переговоры. Еще такой вопрос встает – есть ли смысл выпускать из котла украинских военных? В принципе, есть. Потому что солдаты, которые прошли через плен или вышли из подобных ситуаций, в подавляющем большинстве – не боеспособны. Мало того, что человек чудом выжил, он понимает, что он выжил и вышел благодаря врагу и после поражения. А от того, что ты дашь ему автомат снова, ничего не изменится, ведь наибольшая часть бойцов, погибающих на фронте сейчас, противника даже в глаза не видели. И на дистанцию действенного огня автоматического оружия они никогда не выходили. К тому же они тут уже ищут виновного за свое поражение. Они, скорее, возьмут автоматы и пойдут на Киев разбираться, кто их предал. Безусловно, такой вариант не устроит ополчение, но таким вариантом можно выиграть время. У ополчения сейчас просто банально не хватает людей для наступления, для освобождения всей Украины. Ну, и погода играет свою роль, ведь всеми освобожденными территориями надо заниматься, перестраивать всю логистику, чтобы города, села, поселки снабжались теплым, электроэнергией, водой, продуктами, медикаментами из других источников. Это вопрос ни одного, ни двух дней. Я подозреваю, что весь ход переговоров с нашей стороны имеет целью затянуть крах хунта еще на пару месяцев. По мысли наших стратегов, хунта слишком быстро погибает. И, возможно, по их мнению, сейчас задача состоит в том, чтобы это не произошло слишком быстро. Порошенко точно будет просить перемирия, потому что еще месяц боев такой интенсивности, и бронетехники, самоходных артиллерийских орудий Украины просто не останется. И никакие поставки Запада тут не имеют значения, потому что не получится посадить за руль Абрамса украинского солдата и даже офицера. Его не один месяц надо готовить. После Дебальцева логично будет продолжить наступление на Мариупольском направлении. Судя по сообщениям, из Мариуполя, наконец, вышел полк Азов, который там находился несколько месяцев. Этот полк сейчас занял пять или шесть населенных пунктов вокруг Мариуполя. Другое дело, что эти пункты никто не оборонял, но главное не это, а то, что они все-таки вышли из города. Логично будет их там и оставить. И с точки зрения минских переговоров, если еще и Мариуполь упадет, то дело уже будет не в переговорах. Во-первых, безусловно, будет более кровавая смена власти, которая погонит на убой массу народу. Во-вторых, с ними придется воевать, а если посыплется фронт, тогда уже будет вопрос о том, чтобы занимать города, которые лишаются власти. В каждом областном центре начнут появляться свои органы власти и силы реагирования. Где-то добровольческие батальоны, где-то откровенные бандиты. Это будет масса небоевых потерь. Это будет мирное население страдать от развала страны. Страна погрузится в хаос. Где-то будет отключаться тепло, где-то электроэнергия. Почему? Собственно, Россия снабжает и углем, и электроэнергией, и газом Украину. Для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Основный вопрос еще вот в чем, кто это все будет восстанавливать. Очевидно же, что не Америка и не Европа. России придется тратиться. С этой точки зрения, проще дождаться окончания морозов, когда можно будет отключить электроэнергию или газ или еще что-то, когда не будет риска поставить массу людей на грань смерти. Поэтому я думаю, что ради этого пойдут в Минске на то, чтобы придумать какую-то формулировку, позволяющую Порошенко еще немножко подержаться у власти. Буквально то пару месяцев осталось. Журналист и блогер Михаил Ануфриенко специально для накануни. Ру. М1. Лива коммент, рейд коммент. 44.